это хлебное тесто замешивается очень быстро на теплой воде понадобится полный стакан объемом 200 миллилитров размешиваем в теплой воде 2 чайные ложки меда что соответствует 30 граммам мед я использую не вместо сахара а скорее для аромата если у вас нет меда то конечно же используйте сахар или сахар заменитель по вкусу но без любых сахарных добавок хлеб тоже можно печь многие сейчас пугают что мед в выпечке нагревается и очень опасен на самом деле мед действительно теряет все свои свойства при нагревании превращается в обычный сахар но от такого количества что мы сегодня используем никакого вреда организму мы не принесем крошим дрожжем 12 граммов свежих которые эквивалентно 4 граммам сухих обычных дрожжей не быстродействующих немного размешиваем добавляем 80 граммов цельнозерновой муки пшеничной из общих 250 грамм которые мы отмерили для рецепта оставляем все это на 20 минут чтобы проверить годность самих дрожжей ну и запустить их конечно если вы уверены в качестве дрожжей что они действительно у вас свежие рабочие этот момент можно пропустить сразу добавлять остальные ингредиенты просто сразу высыпаем соль на мой вкус хватает 8 грамм это чайная ложка без горки и здесь внимание в один из вариантов хлеба мы будем добавлять темный ржаной солод 15 грамм это как раз столовая ложка в этом видео также покажу как выглядит этот хлеб без добавления солодом так что не отключайтесь солод можно добавлять в сухом виде некоторые его заливают еще кипятком предварительно тут уже выбор за вами выливаем 30 миллилитров это 2 столовые ложки растительного масла постепенно добавляем муку цельнозерновую пшеничную напомню что ее всего 250 грамм вместе с той что мы использовали для опары и подсыпаем перемешивая муку ржаную ее берем чуть меньше 150 грамм в процессе замешивания можно добавить любые семена семечки и так далее я добавляю семена льна чайная ложка примерно так как ржаная мука не имеет клейковины совершенно а у цельнозерновой пшеничной муки клейковина есть но в очень малом количестве тесто для хлеба замешиваем достаточно крутым так как печь будем без формы и если тесто будет жидковатым то без ограничений то есть без использования барьеров при выпечке и расстойки хлеб у вас просто после приготовления превратится в лепешку будет подниматься не вверх а скорее расплываться в стороны вот что у нас вышло делаем шар более гладким слегка придавим и этот вариант будет у нас подниматься в небольшой миске на полотенце чтобы как раз приобрел круглую форму за счет ограничения формы и не расползался в стороны при подъеме накрываем лучше конечно пленкой чтобы не подсыхал вверх и забываем о нем на три часа ставим в теплое место точно такие же пропорции теста я использовала для второй булки хлеба только здесь нет солода и нет никаких добавок то есть нет семян и еще для сравнения замесила хлеб как по первому способу чтобы выпекать его вместе сравнить результат хлеб также накрываем но даем ему постоять не три часа а всего полтора но тоже в тепле и как видно и тот и другой хлеб за это время отлично поднялся тесто которое было с солодом немного лучше поднялось это еще один плюс добавления солода в тесто это тесто после подъема будем не обминая сразу разминать в лепешку и сворачивать по способу батона придавая вот такую округлую форму шов будет внизу точно так же поступаем с тестом в котором был солод конечно же если у вас возникают вопросы во время приготовления напишите пожалуйста я вам постараюсь как можно быстрее ответить далее полученные буханки смазываем теплой водой но смазывать это конечно не обязательно по вашему желанию за неимением большого количества клейковины смазывание даст трещины на поверхности хлеба ставим хлеб в духовку там нет сквозняка и ждем 30-40 минут посмотрите как хлеб поднялся уже достанем его из духовки пусть еще 10-15 минут постоит пока духовка у нас будет разогреваться до 170 градусов обычный нагрев вверх и низ и только потом уже ставим его в горячую духовку хочу сразу сказать что больше хлеб уже не поднимется вот сколько он успел набрать объем такой объем у него и останется хлеб выпекается мы возвращаемся к первому который постоял у нас три часа взгляните как он красиво поднялся его же обминать мы совершенно не будем вообще ржаной хлеб не принято после подъема еще раз мять как мы это делаем обычно с пшеничным в таком хлебе меньше клейковины и второй раз подниматься он будет уже хуже поэтому переворачиваю аккуратно хлеб из миски на дно разъемной формы но это может быть и обычный противень сразу же ставим его выпекать температура 170 градусов время выпечки составляет 40-50 минут хлеб издает глухой звук значит он полностью пропекся вынимаем его на решетку и сразу же горячий смазываем для блеска кисельком так называют заваренный крахмал то есть крахмал мы разводим холодной водой и потом завариваем получаем кисельную массу если тесто все-таки у вас мягче чем моё то советую использовать форму чтобы хлеб не был плоским а бортики сдерживали его по краям пусть этот хлеб остывает достаем уже готовый хлеб который мы формовали просто батонами выпекался он также по времени с такой же температурой даем и этому хлебу хорошо остыть на решетке предлагаю начать пробовать с 3 часового хлеба на полотенце так я его назову блеск от крахмала у него после остывания отлично сохранился хлеб как видно мягкие при этом он тяжелый и пахнет за счет солодом так как бородинский хлеб режется легко видно что он пористый внутри влажный хорошо пропеченный кстати солод дает не только аромат вкус и цвет но и замедляет черствения самого хлеба давайте же теперь оценим хлеб батоны да они поднялись немного меньше потому что и формовка у них была другая и время расстойки другое тоже все получилось хлеб влажный пористый тяжелый по вкусу без добавок хлеб как ржаной напоминает цельно зерновой ну а второй батон с добавками ничуть не отличается по вкусу от 3 часового аромат такой же запах возможно только форма и за счет обминки хлеб получился не такой высокий какой вариант вам больше всего понравился напишите об этом делитесь видео с друзьями пока